Еще один тест, на этот раз подвальный. Я нахожусь в подвале дома и освещаю на максимальном режиме конвой МС-3. Это максимальный режим, это минимальный, это средний и снова максимальный. Для сравнения могу включить Roche F12. Вот это сейчас светит Roche в максимальном режиме и я теперь их поочередую. Вот это Roche, это конвой. Это Roche, это конвой. Честно говоря, какой-то заметной разницы я не вижу. Она, если и есть, то в нюансах. В основном же фонари светят очень похожи друг на друга. Если перевести в минимальный режим, то Roche светит вот таким образом. Конвой вот так. Снова Roche. И теперь конвой. В среднем режиме Roche светит вот так. И снова вернусь в максимальный режим. Вот это светит Roche. И вот это светит конвой. Итак, какие впечатления от применения конвоя МС-3 в подвале. Впечатление отличное. Он хорошо освещает весь коридор, весь подвал. Им приятно светить буквально под ноги. Если нужно поискать что-то под ногами, он освещает довольно равномерно. Хотя у него и есть хот-спот, но он размыт довольно сильно. Искать что-то, ну вот, например, пуговица лежит на земле. Искать не составляет вообще никакого труда в плане освещения. В большинстве случаев, так же как и на природе, хватает среднего режима. Вот это средний режим. Он вполне достаточен для такого рода ориентирования. Можно вот так осветить небольшое помещение. Освещается оно также очень равномерно. Можно включить фонарь. Поставить его в роли, скажем так, свечки. Вот так. И этого освещения теперь хватает для того, чтобы более-менее равномерно осветить эту комнату. При том, что здесь потолки, скажем так, не очень белые. Но, тем не менее, получается довольно неплохо выполняет роль свечки. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует...